А небольшой ветерочек, но тем не менее, когда мы сюда приехали, мы сюда приехали 25 июня, в преддверии дня города, для того, чтобы показать вам то самое место, то самое место с лучшими ценами, с лучшими ценами. Я не буду говорить, что цены дешевле, чем у других. Вы придите и посмотрите сами. Я просто знаю человека, который этим делом занимается. Он ездит везде и всюду, везде и всюду, он показывает вам качественный результат. И такое же мясо здесь и есть. Кроме всего прочего, к такому же мясу можете купить, естественно, пельмени. И вот это все делается так же здесь. Вы покупаете и получаете качественное удовольствие. И мы не будем говорить, что без мяса это все не очень хорошо. С качественным мясом у нас вот такое здоровье-то и будет. Есть такое понятие просьба. И не говорите, что я работаю только за деньги. В YouTube залезьте и поймите. По сути, у меня телевидение стало хобби. Как-то на протяжении 25 лет и получается. То есть, меня попросили, а я и делаю. К слову, много в городе тех, кто ушел от рынка. Да, это случается. Ну, в принципе, и надо полагать, что рынка в городе и так стало много, как и магазинов по продаже мяса. Но я этого хозяина знаю. Он как раз еще с того первого рынка и ушел. С того самого первого рынка из СССР. Он получил лучшее образование и сам покупает мясо. Сам-сам и ест его вместе с вами. Догадайтесь, какое мясо он продает. Догадались? Тогда и покупайте его здесь, на Завнягина 4Б. Скажите, как чистишь? Здравствуйте. Хорошая пока мясо. То есть, можно рекомендовать, да? Да, конечно. Выбор хороший. Не знаю, как потом будет, как обычно у нас бывает. Он у нас хороший человек, поверьте. Очень хороший выбор. Все свежее. Скажите, пожалуйста, ценники вам нравятся? Да. Хорошо, что рядышком с домом? Да. То есть, вы же миску берете, правильно? Да. Берем говядину, да? Да. А ценники нормальные? Нормальные. Ценники здесь? Нормальные. Как вам на пробу ценники здесь? Ну, вы знаете, я попробую это. Ну, нормальные. Нормальные, да? Да. Спасибо большое. Есть выше. Да, у нас нечем бывать. Есть выше. Ну, а так, средние, как бы, будем говорить, нормальные. Да, хорошо. Да, я вообще-то, да, я, конечно, рада, что рядом с домом. Никуда ходить не надо. Я человек весной. То есть, можно приходить и даже на пенсию покупать, да? И даже на пенсию. Ну, удобно, что это близко к нашему дому. Раньше мы ездили на другие рынки, а теперь живем рядом. Дальше уже не пойдем. Здравствуйте. И все равно мы едем мясо, да? А как же? Здравствуйте. А ценники какие здесь? А что, я сильно большая, что мясо нельзя есть? Вообще нормально. А мне кажется, что на пенсию за мясом не идем. Да, конечно. Идем? А далеко ходить? Не далеко здесь живете? Далеко. Далеко. Но все равно пришли, да? Дрова пришла, да. Ну, а так ценники хорошие? Нормальные. Нормальные, да? Вот здесь вы видели людей правильных, людей из СССР. Уж поверьте, эти люди знают и любят нормальное мясо. Где они его и берут? Да здесь же. Я бы вам порекомендовал при осмотре места, где выбор ваш пал на мясо, именно посмотреть на покупателей. Если таких будет много, а я почему-то в этом сомневаюсь, то вы должны знать, что лучшее мясо только здесь. Вы видели этих людей и догадайтесь, какое здесь мясо, наверное, лучшее. И мы пришли когда? Мы пришли прямо в открытие сезона, правильно? 25 июня, сегодня вторник, год 2019. Почему мы сюда пришли? Потому что нам надо показать то, что вы можете вкушать. Извините, Россия это все-таки мясная страна. Хотя, в принципе, здесь есть и халяльное мясо. Никаких проблем нету. И баранина, и говядина, и свинина. И еще курица это есть. И легкие, и все остальное. При этом ценники замечательные. Люди сюда приходят, люди получают качественный результат. Они покупают мясо. А почему нет? И это мясо, оно будет во рту таять. По одной простой причине. Человек занимается этим мясом. И возит это мясо с изумительным качеством.